Между тем около миллиарда тенге незаконных кредитов выдал на востоке Казахстана филиал фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Вопиющий факт хищения расследуют в прокуратуре области. По предварительным данным займы выдавались на имя подставных лиц. Чтобы обеспечить невозвратность, получателями денег изначались даже недееспособные лица. С них по закону взыскать средства невозможно. К примеру, 80-летний Виктор Павлов, в числе тех, кто якобы взял кредит, предложив в залог даже не имеющийся у него скот. И таких историй прокуроры выявили более 500. По их данным, сотрудники фонда действовали по этой преступной схеме 8 лет. Кто-то находил фиктивных получателей, другие оформляли на них займ, третьи выводили средства. Выбирали сотрудники фонда в основном неграмотных сельских жителей, просили оформить счета, забирали копии документов. Сейчас потерпевшие дают показания. А правоохранительный орган намерен привлечь к делу не только филиал, но и головное подразделение фонда. Не переживай, если будут волноваться из суда, из милиции. Скажите, что я все заплатила, а кредит я не оформляла. А что он за это пообещал? По 5 тысяч рублей. Он говорил, что это будет кредит какой-то. Нет такого разговора даже нет. Это областной филиал. У них есть высшитающая организация, центральный орган акционерного общества. Они должны систематически контролировать работу своего филиала. Поэтому и счетный комитет их проверяет. И в данном случае, в ходе уголовного расследования, будут заданы жесткие вопросы к этим товарищам центрального их органа. Почему такое было происходило? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!